Здравствуйте, я Мария Киселева. Поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом и желаю вам в этом году самое главное здоровья. Обсудим новости уже Нового Года. С понедельника, 18 января, начинается очное обучение школьников в Москве. Зимние каникулы закончились. За время дистанционного обучения нам удалось значительно снизить рост заболевания среди подростков. И это позволило старшеклассникам вернуться в школу в привычный очный режим. Но при этом нужно обязательно помнить о том, что опасность никуда не ушла. Нужно быть очень аккуратными и соблюдать все меры предосторожности. Не нужно сразу бросаться в объятия своим одноклассникам, с которыми вы давно не виделись. Нужно обязательно часто мыть руки. Ношение маски остается по желанию родителей. Но будьте, пожалуйста, внимательны. Мы, конечно же, все привыкли к дистанционному сейчас обучению. Теперь возвращаемся к привычному обучению, но на безопасной дистанции. Самый эффективный способ сдержать распространение инфекции – это вакцинация. В Москве продолжается обширная вакцинация. К 70 пунктам уже имеющимся добавились 30 новых. Они есть в каждом районе нашего города. Также постоянно пополняются категории граждан, которые могут сделать эту прививку бесплатно по предварительной записи. Если вы входите в одну из категорий, обязательно последуйте данному совету. Сходите, запишитесь на прививку. И даже будет хорошо, если вы сможете это сделать всей семьей. И, конечно, не забудьте, что перед вакцинацией от коронавируса нужно проконсультироваться с врачом, чтобы у вас не было никаких противопоказаний. Сейчас в разгаре зима. Все мы, конечно же, любим зимние развлечения. Но не стоит забывать о мерах предосторожности и о тех опасностях, которые могут принести зимние забавы. Вот один из ужасающих примеров. Водитель привязал ватрушку к своей машине и катал ребенка. На скорости 60 км в час ребенок врезался в дерево и в итоге сейчас находится в реанимации. Водитель, конечно же, задержан и инцидент изучает прокуратура. Уважаемые взрослые, я вас очень прошу, будьте внимательны к тому, что вы делаете, к тому, что вы позволяете своим детям. Дети, к сожалению, не всегда могут понять опасность какого-либо развлечения. Но мы с вами, взрослые, всегда понимаем, где есть опасность и где есть реальная угроза. Ну а если вы хотите покататься с ребенком на ледянках, на санках или на ватрушках, сегодня в Москве есть достаточно специально оборудованных мест и горок. Добро пожаловать! Будьте бдительны, пожалуйста. Хорошая новость для тех, кто полюбил занятия серфингом. Как правило, люди занимаются этим на морях и океанах, когда выезжают в отпуск, а иногда специально ездят в поездки для того, чтобы можно было заняться любимым хобби. К 2023 году в Невниковской пойме откроется крытый центр серфинга. Каждый желающий сможет туда попасть, как профессионал, так и новичок. Это на самом деле приятная новость, потому что есть возможность заниматься серфингом. Во-первых, далеко не у всех, а во-вторых, не так часто, как это хотелось бы. Раз в году, если вы попробовали, у вас что-то получилось, через год вы можете потерять этот навык. Теперь же у вас будет возможность развивать его, и в следующий раз, когда будет возможность поехать на море или на океан, на хорошие естественные волны, вы будете уже более крепко стоять на доске. Победа сторонников равноправия полов. На Филевской линии московского метро появились первые поезда, которыми управляют женщины. Когда-то женщинам запретили работать машинистами. Это было связано с тем, что здесь достаточно тяжелый труд, нужно было вручную переводить стрелки. Сегодня этого не требуется. Теперь профессия машинистов стала доступна и для девушек. А в следующем году планируется трудоустроить еще 50 женщин-машинистов. Когда я спущусь с метро, я обязательно буду смотреть, кто управляет поездом, мужчина или женщина. Это интересно. В воскресенье, 17 января, на природных территориях Москвы прошла утиная перепись. Специалисты МОЗ природы пересчитали, сфотографировали всех уток, которые остались зимовать в городе. Если взять утиную перепись 2020 года, то в Москве оставалось почти 10 тысяч птиц. Большая часть из них кряквы, на втором месте чайки серебристые и на третьем – огари. Очень интересно будет узнать, какое будет распределение в этом году. Зря говорят, что в современном мире никто не верит в Деда Мороза. В московскую усадьбу зимнего волшебника пришло 23 тысячи писем и 2800 посланий по электронной почте. Причем пишут не только дети, но и взрослые. Будьте уверены, что каждому из тех, кто написал это письмо, обязательно будет направлен ответ. Но самое главное – верьте в свою мечту и верьте в свои желания. Тогда они обязательно исполнятся и сбудутся. Еще раз вас с наступившими праздниками. Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом. И еще раз вам крепкого здоровья. С вами была Мария Киселева. До встречи.